МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Великий силач не может быть великим бегуном, и наоборот. Форма мышц, состав ткани у них разный. Есть виды спорта, где аэробная и анаэробная нагрузка сближаются, но результаты в них уступают тем видам спорта, где атлеты остаются на своей природной территории. А как обстоит дело в интеллектуальной сфере? Татьяна Владимировна, здравствуйте. Физики и лирики – это от рождения? Я все-таки не думаю, что это от рождения. Это принципиально разные ментальности, а не только профессии. Хотя, конечно, есть черты, которые лириков отличают. Но, может быть, я на шаг раньше. Вот считается в приличном обществе, считается очень нехорошим, если человек, я не знаю, кто такой Достоевский, не читал Гоголя. Но в этом же обществе считается вполне приемлемым, если человек не знает, что такое атом, или что такое двойная спираль ДНК. Я не имею в виду, что он должен знать все детали. Но он как бы не просто ничего не знает, а чуть ли не и не хочет. Даже гордится, может быть. Да, даже гордится тем, что это не его царское дело в этих штучках копаться. Вот такое вот есть. И, конечно, это еще разделение проходит по линии разного типа наук. Потому что есть как бы такие жесткие науки, вот hard science, так сказать, то, что называется. Это алгоритмические вещи, где все проверяется, измеряется, там доказывается. Вот такие вот, ну, наука, вот то, что science называется во всем мире. А есть humanities, и это неведомо, что такое. Потому что что там особенно измеришь, ничего не измеришь. Ну, можно, конечно, начать количество букв А в Евгении Онегине считать. Но зачем? Это такое бессмысленное дело. Вот, поэтому вот эти вот мягкие так называемые науки гуманитарные, у них своя логика, у них своя система доказательств. И в этом смысле вот эти вот разные мозги, они такие разные. Потому что доказательством для литературы является то, что нашли документы, нашли рукописи, сверили это издание с этим, правки авторские, которые делал, я не знаю, там, Пушкин или Андрей Белый. Вот доказательство. Оно не измеряется граммами, интенсивностями, вольтами и там доцебелами. Но всё-таки, значит, мы предрасположены к той или иной деятельности от рождения? Я думаю, что в какой-то мере, да, если не называть только это вот так вот просто физики и лирики, есть мозг, который больше любит алгоритмическую работу, всё считает. Вот ему нравится это плюс это и это, всё разложить, всё классифицировать. А есть личности, а, соответственно, у них такой и мозг, который, выражаясь профессиональным языком, оперирует гештальтами, образами, целостными картинами, и это другое. Но какой смысл, скажем, глядя на вашу картину, выяснять, сколько миллиметров или килограммов, какой именно краски вы использовали, когда её писали? Вычислить себестоимость, если так. Ну, вот раньше, но себестоимость возрастает по мере использования краски. Но я имею в виду, что это неправильный взгляд. Есть вещи, которые не попадают под эти категории. А этот мозг, он любит считать, складывать, тасовать, собирать кубики Рубика и так далее. То есть в этом смысле да. Есть люди, которые патологически не могут делать такую более или менее точную или аналитическую работу. Зато они умеют другие вещи. Вот, кстати, нелюбимые мной правое и левое полушария... Как ещё нелюбимые? Ну, надоели они. А третьего же нет? Ну, нету, что делать? Вот так и мочимся. Ну, в общем, я к чему говорю. И когда вот эта вся мода на полушария начиналась, то тогда как раз их и делили на тему физиков и лириков, что математики, логики, вот они в левом полушарии, да? А художники, поэты, музыканты, они в правом полушарии. Но сама математика очень разная. Скажем, геометры, тригонометры и стереометры, они имеют явно правополушарную, гораздо большую активность, чем вот эти. Есть работы научные, где прям показаны сканы мозга у людей, которые воспринимают произведения искусства. Это вызывает у них восторг, скажем, даму с единорогом из музея Клюни. Да, вот, ну, восторг охватывает человека. А он еще и математик. Ему показывают изящно выведенную теорему или формулу какую-нибудь, то есть доказанную теорему или выведенную формулу. И у него такая же картина в мозгу. Вот здесь это интересно очень, потому что это значит, что мозг реагирует не на конкретную вещь, что вот это про огурцы, а это про туфли, а на сам факт прекрасного. Вот это изумительно, независимо от того, из какой это сферы, из лирической или из физической. Вот, но я хочу сказать, что есть и сбои тут в хорошем смысле. Вот, где-то полгода назад в лучший мир ушел академик Людвиг Фадеев, крупнейший математик, вся семья математическая и так далее. Он был почти в такой же мере музыкант, как и математик. То есть он на фортепиано играл, и это семейное у них, это консерваторского уровня было исполнительство. Так вот, кто он? Вот, насчет физиков и лириков. Но сколько хочешь зато условных физиков, условных, они могут быть другой специальности, но из этого же полюса, которые зато скажут, так нет, ну давайте мы это вот измерим вашу картину, там спектральный анализ проведем, и все сосчитаем в поэзии Бродского. И они почему-то считают, что если измерить, взвесить, просветить там рентгеном и так далее, то это даст ответ на главные вопросы. Почему это гений, а это нет. Вот это очень крупная ошибка. Большинство людей считает, что действительно Солнце вращается вокруг Земли. Оно же восходит и садится, значит, а как иначе? Да, да, вот это поразительно, как уже имеющиеся у человечества знания не влияют. Это просто, причем речь же идет, я повторяю, высокоинтеллектуальных людях. Это не то, что из-под тня там кто-то вылез. Ну просто полное отрицание вот этого физического мира нет, мы в мире прекрасных идей и замечательной поэзии находимся. Татьяна Владимировна, спасибо вам большое за разговор. Спасибо и вам. Что такое военная музыка? Это искусство? Да, ответят многие. А военная музыка – это оружие? Да, и оружие тоже. А может ли быть орудие убийства красивым? Поговорим с музыкантом. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Мы говорим «красивый марш». Нормально. Но «красивый танк» звучит уже как-то не очень. Ну почему? Сейчас есть дизайнеры наверняка, которые проектируют красивые танки. Но вообще оружие во все времена вдохновляло человека и деятелей искусства на создание каких-то произведений. Потому что война, как это ни прискорбно, это одно из древнейших и на протяжении многих веков одно из основных занятий человека. Искусств. И искусств в том числе. И искусств. И искусств войны. И искусств, да. То есть далеко в пространстве. Обычно они исполнялись духовыми инструментами. Конечно, там войска понимали, что им делать. То ли им готовиться к походу, то ли им ложиться спать. Вот марш обязан быть таким ритмичным и настраивать на быструю, ровную и долгую ходьбу. Но при этом есть же еще музыка, посвященная войне. Ну и так далее. Настраивает на боевой дух? Ну, я не знаю, для этого надо как-то в военных действиях себя представить. Мне представляется такая добропорядочная, вот такая австро-венгерская военщина конца 18 века. В таких нарядных мундирах. Вот что-то такое. Ну, может быть, отчасти так и было, когда было принято объявлять войну противнику, а не нападать внезапно. Это потом стало, само собой, разумеющимся. Да, разумеется. Вот, но, тем не менее, вот война, как некое экстремальное состояние общества, потому что наличие армии не означает того, что вы будете все время воевать. Это, скорее, наоборот, гарант безопасности. Ну, то есть, если у вас есть шпага, то не обязательно все время пускать ее в ход. Но, тем не менее, войны случались. И как изображается вообще сражение, в принципе, в музыке? Сталкиваются две... Ну, сражение – это столкновение двух противоположных сил, противоборствующих. И вот пример такой вот из того же Чайковского, из 1812 года, когда сталкивается нечто французское какая-то, концузский мотив, и мотив русской кавалерии, которая там тоже их сметает каким-то там образом. Прямо там слышно, да, вот как они сталкиваются в музыке Марсельеза. А композитор должен как бы заранее точно понимать, за кого он. Знаете, как в детстве? За кого? За окрасный? Ну, нет, безусловно, потому что композитор никогда не пишет музыку просто так. Конечно, у композитора есть план, что он должен сделать. Ну, на самом деле, музыка 20 века уже дошла до того, что можно изображать военные действия, не применяя пушки на сцене. И просто все показывать музыкой. Ну, например, вот из кантата Прокофьева «Александр Невский». Прямо слышен вот этот вот клин свиньи, да, как это знаменитый из фильма. Тяжелые, тяжелые лапы, да, шпихи. Тяжелые, да, вот эти вот. И какая-нибудь русская, например, кавалерия такая песенная. Прямо слышно народная песенка такая, вот радостно все поскакали. Она человечная. Точно такой же, кстати говоря, античеловечный враг изображен в знаменитейшем эпизоде нашествия 7-й симфонии Шостаковича. Помните вот это вот. Вот эта вот знаменитая мелодия. Вот. И, ну, конечно, военная музыка и музыка о войне всегда имеют какую-то маршевую природу. И вот с этой точки зрения уникальный совершенно пример хотел вам показать. Это песня Александрова «Священная война». Потому что марш, вообще-то говоря, он считается на два или на четыре, да, потому что у нас ноги две, и мы идем там левый, правый, левый, правый. А у него вот эта вот «Священная война» в ритме марша, но марш на три. Это вот уникальная совершенно вещь. Вы слышите, что марш? Ну, и так далее. То есть это вот гениальная находка, которой, пожалуй, ни у кого нет. Марша на три четверти. Это все равно, что у Чайковского единственный в мире, наверное, вальс на пять четвертей. Есть. Вот это последнее, то, что вы сыграли, я как раз хотел об этом сказать. Не ожидал, что у вас это будет после Гайдена. А как-то я ехал в машине, слушал радио, и один известный ведущий сказал, а теперь подождите немножко. Там было много всякой музыки. Я вам сейчас кое-что поставлю. Он поставил это, только не с фортепианом исполнением, а как положено. Это мороз по коже, конечно. Вот такая мощь. Может быть, для нас, которые понимают, что за этим стоит. А может быть, просто сама по себе музыка настолько сильна. Она и сама по себе, конечно, сильна. И весь наш спектр ассоциаций. И воспоминания наших предков о войне, и фильмы. И вот это все, конечно. Алексей, спасибо вам большое. И вам спасибо, Алексей. Есть хорошее правило. Если вы не надевали вещь в течение одного года, избавьтесь от нее. Освободите место для новой вещи или хотя бы для воздуха. Если согласны, то остается решить только один вопрос. Куда ее девать? Отвест прост и современен. Отнесите ее в charity shop, то есть в благотворительный магазин. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Нас иностранными словами не испугаешь. Были бы они полезные. Что это такое? Благотворительные магазины произошли в Англии сразу после войны. Такая была нищета, непривычная англичанам, что они со свойственным остроумием выбрались из этой ситуации. Те, у кого было немножко лишнего, отдавали в благотворительные магазины эти вещи. Те, у кого не было ничего, за небольшие, очень небольшие деньги покупали. Деньги, которые происходили в результате этой покупки, шли на поддержку сирот, вдов, стариков и так далее. Сейчас Англия лидирует в мире по количеству благотворительных магазинов. К нам эта мода пришла пять лет назад. Первый благотворительный магазин в Москве открыли мы для того, чтобы решать наши благотворительные проблемы. Потому что благотворительность – это обычно и прежде всего деньги. Из денег можно сделать все, что угодно. А вы можете же сказать в цифрах, что это такое, насколько это эффективно? Или это просто красивая затея, но не шибко полезная с точки зрения коммерческой? Полезная она невероятна. Давайте я все нарисую. Да. У нас есть благотворительный магазин. Откуда берутся там вещи? У всех у нас есть набитые гардеробы. Набитые реально. Посмотрите, сколько у вас вещей у каждого дома. Реально на день торговли хватит. У магазинов бывают товарные остатки. И их надо утилизировать. Утилизировать их дорого. Их можно отдать на благотворительность. У дизайнеров есть остатки коллекций. И остатки этих коллекций можно отдать. Все это стекается в благотворительный магазин. А оттуда мы раздаем это малоимущим. Например, бабушкам. Мы отдаем это в многодетные семьи. Мы отдаем совсем ненужные вещи в собачьи приюты. И, наконец, огромное количество бездомных получают свои теплые ботинки, свои куртки и шапки. И не замерзают. А главное, что имеют постоянную возможность менять вещи, потому что возможности постирать у них, понятное дело, нет. Здесь я увидел одну существенную разницу между этим магазином, которого здесь нарисовали, и английскими магазинами. Как я вижу, здесь есть совершенно разного рода вещи. От поддержанных вещей, то, что называется second hand, до утилизированных и включая дизайнерские коллекции. Англичане, как я понял с ваших слов, продают. И деньги направляют на благотворительность. Безусловно. Основное, чему служат благотворительные магазины, это, конечно, деньги. Потому что совсем не все мы раздаем. Лучшее остается в магазине, вывешивается на полке и превращается в рубли. И вот насколько это эффективно? Это эффективно. А дать-то понятно, найдете кому. Да, это эффективно. На эти деньги мы можем покупать памперсы в дома престарелых, мы можем содержать частные приюты для собак, мы можем оплачивать фондом покупку оборудования. Мы делаем огромное количество прекрасных вещей на эти деньги. Все ли люди в вашем магазине, все ли посетители вашего магазина понимают, что это магазин благотворительный? Да. Или бывает просто про холик, которому понравилось что-то, ну, купил собачке там зимнюю какую-нибудь девушку. Да. Да. Нет, конечно же, у нас работают консультанты, которые глубоко в теме. И каждого нового человека мы встречаем словами. А вы были уже у нас, вы знаете, что это за проект. Это проект благотворительный. У нас есть свой уже круг клиентов. Есть люди, которые приходят и ничего себе не находят. Он говорит, у меня все есть. Тогда вы можете положить деньги в благотворительный ящик и ничего не купив, а участвовать в благотворительности. Это прекрасная идея, которая так ненавязчиво подводит к людей, к волонтерству, к участию в благотворительности. Катя, а как происходит ценообразование? У нас нету цен. У нас есть пожертвования. Дело в том, что магазины наши очень специальные. Нету ни кассового аппарата, ни реально покупки. Стоит ящик для благотворительных пожертвований. И когда человек выбирает полюбившуюся вещь, он спрашивает, а сколько это стоит? Мы говорим, цен у нас нет, и вы можете пожертвовать столько, сколько вы считаете нужным. Но примерно мы можем вам подсказать. Приблизительно эта сумочка обычно стоит 15 тысяч евро. А вы как хотите. А вот сейчас она будет стоить 3 тысячи рублей. Если человек не соглашается и считает, что она стоит 100 рублей, ну, значит, это его такой выбор. Потрясающе. Я уже думаю, скорее попасть домой, чтобы перетрясти гардероб. Наверняка что-то найдется, потому что... Это будет прекрасно. Спасибо большое, что пришли, рассказали. Хочется уже начать участвовать. Участвуйте. Спасибо. Алекс, привет. Здравствуйте, Алекс. Вот я вспоминаю, что в нашей стране, в которой всегда были запрещены любые виды тиражирования, ну, по понятным причинам безопасности, естественно, были такие вехи, которые опрокидывали наше сознание. Понятно, были 8-миллиметровые камеры, возможность снимать. Дальше магнитофоны, которые дали возможность записывать и делиться. Потом фотокопировальная машина появилась, которая делала возможное размножение текстов. Эти машины были все на счету. Все на счету у них. Наверняка. Там. То есть, конечно. И, конечно, видеомагнитофон, который просто ошеломил тем, что можно дома быть, как в кинотеатре. И это было связано с некоторыми опасными моментами. Помните фильм Меньшова, когда в высотке на Кассельнической они смотрели, по-моему, «Последние танго в Париже», собрались все, домашний просмотр, и КГБшники отключили свет, кассета застряла, они облава, ага, смотрите эротику. Я помню. Ладно, «Последние танго в Париже», там есть за что пожурить. Но когда за «Крестный отец» фильм «Люди садились в тюрьму», серьезно. Это вообще... Ну, мы о менее кровожадных временах сейчас поговорим. Хотя, как сказать, кто как называет начало 90-х? На снимке мы видим двух военнослужащих в городе Ленинград в 1988 году. Они собрались в кино, в видеосалон. Видеосалон. Ну, перестройка уже идет три года. Ну, все меняется. Гласность, прожектор перестройки по телевизору. Но им, наверное, неинтересно смотреть прожектор перестройки. Гораздо интереснее посмотреть о дивный мир, западный мир. Интересный, необычный. Те фильмы, которые ты никогда, нигде больше не увидишь. Вот жалко, что невозможно прочитать название фильмов. Я вам скажу, что там было. Например, «Съеденное заживо», в скобках «Ужас», «Маленькая вера», в скобках «Эротика». Я думал, что-нибудь типа «Французский связной», может быть, «Путь дракона» с Брюсом Лип. Конечно, Брюс Лип. Это скорее, да, «Путь дракона», чем «Французский связной». Да. Ну, в общем, набор известный. И, конечно, «Голос Володарского». Володарского, Гаврилова, да, разумеется. Такой, гнусавый и такой, он как бы завораживающий. Они переводили. И это было действительно событие, поход в киносалон. Например, эротический фильм. То, чего раньше не показывали. Да, «Дети до 16». А здесь вот как-то довольно откровенно. Ну, например, там, я не знаю, «Кринческая смоковница». Да, ну, вряд ли Эммануэль, но такое что-то чуть-чуть. Показывают, да. И ты сидишь, и вокруг тебя еще 10-15 человек, который сейчас видит это же. Это же. Сопереживание такое странное. Да, 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 очень. Да и вообще уровень свободы, уровень каких-то новых высказываний, пусть даже на уровне какого-то трэша, боевиков, каких-то простых детективов, он, конечно, шокировал. И там не сильно важно было качество фильма. Да какое качество? Это пять раз переписанная копия на кассетах ВХС, что мы называем? Я сейчас не про зерно. Телевизорик такой? И это «Золотое время», вот 88-й год. Это как раз «Золотое время видеосалонов». И вот эта эстетика, которая была мимолетной на протяжении всего лишь нескольких лет, но скольким людям и ныне талантливым действующим режиссерам они дали вот такое первое прививление к кино? Абсолютно. Первый раз, где мы увидели фильм «Олдед Джаш», например, который просто поменял сознание. Не говоря о том, что «Висайскую историю», мы тоже увидели, скорее всего, на видеомагнитофоне, что преступно через 30 лет после того, как вышел фильм, показать то, что перевернуло мир. Ух, Алекс. У нас теперь есть на них право. Алекс, спасибо вам большое за волшебные воспоминания. Спасибо вам. Оказывается, старость не только не пугает большинство россиян, но и дает преимущество перед другими периодами жизни. 62% россиян считают, что в старости есть масса преимуществ. Плюсы находят в общении с родными и близкими, наличии свободного времени, возможности заниматься любимым делом и большой жизненный опыт. Мы по-прежнему сказочники и верим в светлое будущее. Нет, чтобы же сейчас общаться с родными, находить время на отдых и не заниматься нелюбимым делом. Ни при каких обстоятельствах. Пока еще суставы сгибаются, ноги ходят и голова варит. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова